Пасхалка В первой миссии во время прохождения преграды в виде колючей проволоки в тренировочном лагере можно заметить табличку с надписью «Здесь погиб рядовой Белл, он слишком высоко поднял голову». Но дальше по прохождению игры мы видим рядового Белла, и вроде как он в полном порядке. Далее. В игре можно встретить таких персонажей, рядового Джильотти и рядового Земпеллу. Но когда мы проходим всю игру, то в финальных титрах видно, что это фамилии программистов. При наведении прицела на союзных солдат появляется фамилия и звание, которые соответствующим цветом показывают их состояние здоровья. Иногда встречаются бойцы с фамилиями Шеварнадзе, Брежнев, Андробов и множество других не менее известных фамилий. В финальной игры советский флаг перевернут. Это все-таки ошибка разработчиков, а не пасхальное яйцо, как многие думают. Идем далее. В меню советской кампании среди разбросанных вещей можно увидеть значок со странной надписью «Снайпен». Что бы это могло значить? По неизвестным причинам, приказ Наркома обороны СССР номер 227 ни шагу назад обозначен в заставке миссии «Сталинград» под номером 116. Видно у разработчиков игры совсем плохо с историей. Во время Сталинградской битвы у солдат Красной Армии в качестве знаков различия есть погоны. Но они появились только 6 января 1943 года. А в то время, как действие игры происходит в 1942 году, до появления погонов знаками различия служили петлицы. Следующий интересный момент. Капитан Прайс присутствует в большинстве игр серии. Однако в этом нет противоречий. Он погиб на Тирпице, в первой части, уже после событий второй. В Call of Duty Modern Warfare, первый, второй, третий, одним из главных героев является его внук. Первая миссия советской компании буквально списана с фильма «Враг у ворот». Герой переправляется на лодке под авианалетом и отправляется в бой без оружия в сопровождении комиссара, отстреливающего всех пытающихся отступить. А миссия с поиском секретной радиокомнаты в замке взята из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Далее. В миссии «Замок» следуем со своими союзниками от грузовиков в начале к углу замка и обходим его с обратной стороны. Тут можно посмотреть на балкон, который находится справа. Присмотритесь внимательнее к немецкому солдату, который машет руками, держа оружие. Ничего не напоминает? Точно так же себя вел Тони Монтана в заключительной сцене «Лица со шрамом». Даже когда мы выстрелим в него, он запнется и упадет с балкона, точно так же, как и Тони. Также в игре можно встретить много интересных персонажей. Например, самого Якова Федотовича Павлова, героя Сталинградской битвы, командира группы бойцов, которая осенью 1942 года обороняла дом Павлова в центре Сталинграда. Этот дом и его защитники стали символом героической обороны города на Волге. А так же можно встретить еще одного не менее интересного человечка по имени Ульянова, но почему-то с мужской внешностью. Ну а на сегодня это был последний секрет. Кому понравилось мое видео, не забываем поставить лайк и подписаться на мой канал. А так же вступить в мою группу ВКонтакте и оставить под видео свой комментарий. Ну а на этом все, до скорой встречи, мои дорогие друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok